Мы переходим из Жанна в спецкурс, пока не в Жанн семинар, а в Жанн бесед. То есть мы с вами будем беседовать. Я буду вас спрашивать, а вы, я надеюсь, и вы, значит, делав то, как я уже говорил, то есть, ну, во-первых, я сегодня закончу рассказ про то, что там в целом происходит, и дальше мы с вами поймем, где мы находимся, в смысле знаний, и выберем, может быть, даже вместе, что более интересно, то ли двигаться в сторону фирма, может двигаться, может двигаться в сторону, например, фалстлингса теоремы, можно в сторону варахела больше клиента взять, посмотрим. Что интересно, значит, я свою точку и скажу, но мы можем это вместе обсудить. Так, ну, давай сначала, значит, я спрошу, попробую вас протестировать, где вы, где границы ваших, как бы, умений, да, это все мы сотрем. Вот уж сухой, наверное, да, тряпка здесь. Как так? Значит, если... Так, вот, все, кто-то... А вас прошла слева, да? Ну, вот сейчас мы и с вами. А вы пока не могли бы у вас вот сюда записаться? Вот. То есть, чтобы не представлять. То есть, как только у нас устаканится состав, а может быть, даже сегодня более-менее станет ясно на концу, значит, мы можем попытаться заговориться о более удобном для всех времени и месяце. И проблем тоже нет. У меня... То есть, вот Николай Евгеньевич Менев назначил это время, я не спорил с ним. У меня, видимо, довольно много этих сперс-курсов, семинаров, там как-то втиснется трудно, но нас мало, поэтому там, если нужно будет перебрасываться в АМИ, там, мы без проблем это сделаем. Там у меня комната есть, так что там какое-то время удобно. Но это вот надо, чтобы на коне цифры все устаканятся составы, и чтобы мы понимали, что мы куда будем двигаться. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, ну давайте, значит, я вопрос сейчас писать и спрашивать. То есть, не надо снять, что вы что-то не знаете, не понимаете. Да, у нас вот систематически все это изучать, теорию схем, мы в этом завязнем, во-первых. Ну, и до интересных вещей там тоже это интересно, но не доберемся. Поэтому, а мы постараемся так вот, то есть, я постараюсь как бы объяснять, как я про это думаю, про все, и так же мы, но все-таки, значит, если уж я совсем буду размахивать руками, то есть формировки должны быть четкие. А доказательства я буду часто пропускать, ну что, ну что, в книжках можно прочитать, мы можем идеи пообсуждать, а так уж все доказывать. Так, это мне трудно даже разобрать. Аспирант, кафедры матологики. Так, сейчас, как вас зовут? Я не могу просто разобрать почерк ваш. Это Николай? Николай, да. Ага, хорошо. Значит, то есть, вы на комкурсе аспирантуры? На первом. А вы над чем, так сказать, как-то, вы можете нам, так сказать, людям далеким от логики объяснить, над чем вы, как бы, работаете? Ну, это, наверное, главная профессиональность теории моделей. Ага. Ну, и часть, а честно, с некоторыми приложениями, в частности, там различным, как бы, геометрией над полем, характеристики P. Ага. Вот, все вот такие. А кто у вас руководитель? Ну, у меня как-то и формально, формально, формально у меня пока, как бы, где-то, потому что я перевелся. Откуда? Перевелся еще с Вышкина, в общем, там. А, вы из Москвы, да? Да, вообще, да. Ну, пока еще, на самом деле, нет, примерно, но есть формально, но пока еще, как бы... А формально кто? Формально еще, как бы, тут... А еще не утряслась ситуация? А реально у вас нет, да, вы сами по себе? Ну, пока, пока, да, ну, формально, да, ну, пока что. Ага, ага. Ну, у вас есть, там, например, кто-то, да, такой руководитель, есть, да? Это из Москвы, или, да? Ну, да. А там кто этим занимается, там, есть какие люди? Ну, там, наверное, много этим занимаются, ну, там, например, Екатерин-Амегик, например. А, ну, она, по-моему, все-таки, геометр, чем логика, наверное? Да, ну, она просто занимается частью. Ага, ага, ага. Ну, у вас есть люди, которые понимают хорошо и в том, и в другом. Вот Коля Дуров, он хорошо понимает и в том, и в другом. Я в логике плохо понимаю, в геометрии. Так, хорошо. Значит, а вы... Вы не Климовицкий, да? Да. У вас какая ситуация? Вы какой... Занимаетесь какой-нибудь наукой, или? Ну, я занимаюсь, но я думаю, что это все надо менять, короче. А чем вы занимаетесь? Я у Востока занимаюсь теорией чисел, ну, вот, такой, который арифметический. Ну, какие у вас вопросы? Ну, формальные группы. Так. Над чем, над чем? Локальные? Да, да. А, над локальными. А, ну, вот, да. Значит, тут мы с Сергеем Владимировичем сильно расходимся. То есть я считаю, что правильная наука – это нормальная, глобальная, интересный вопрос, а локальная должна обслуживать. То есть Сергей Владимирович и Игорь Борисович Жуков, да? Борисович? У них другая точка, что локальная, пуп земли, и надо вот там всю жизнь провести. То есть мне... То есть я так открыто заявляю, что мы с ними тут у нас разные точки зрения на этот предмет. То есть мне интересует сейчас глобальный вопрос. А локальные, ну, эти тамды тоже много чего интересного есть, но это все-таки как бы для того, чтобы решать вопросы. Хорошо. Так, теперь, значит, вы... Теперь я начну выяснять. Так, вы что такое схема знаете? Ну, да. Так, а вы? Знаю, да. Хорошо. Сейчас я вот пойму, насколько, значит, я не буду по обделению схем. Я подряд был... Но я вас не сразу, значит, сейчас не могу вас запомнить по именам. Я-то буду, если вы не против, обращаться. Да, нас немного. Как фамилия неловко. Значит, вы Сергей, да? Сергей. А вот давайте его называть. Вы поднимайте руку, чтобы я вас, можно сказать, Сергей сосединил. Вадимир. Это вы, Вадимир. Алексей, да, вы? Вы Иосиф. А вы Николай. Ну, я могу перепутать, так что я заранее прошу меня из видео. Я так уже, если будем общаться, то я быстро запомню. Хорошо. Ну, давайте, значит, и без обид, да. То есть ничего не знаете, нормально. Я тоже, так сказать, мало знаю. Все мы мало знаем. То есть есть некоторые люди, которые утверждают, что они знают много, но у меня сомнения в этом есть. Вот, например, там, вот у вас вышки, там, Михаил Юрбинский, он такую программу написал. Я не верю, что он ее знает сам. Я не знаю ни одного математика, кто бы знал эту программу. Включая Делине. Ну, как такая... Я даже, ну, я не уверен, что она и хороша, но, так сказать, так уж... Я думаю, что можно и лучше написать, да? Ну, тем не менее стремление... Громов, наверное, знает. А? Громов, наверное, знает. Нет, уверен, что нет. Уверен, про кого я просто уверен, что нет, да. Громов, он геометр такой чистый. Он, как бы... Ну, он такой, как бы, дифференциальный геометр, я бы так сказал. Топовый, дифференциальный. В эту сторону у него, как бы, больше... Вот. Ну, не знаю. То есть я... То есть я знал и знаю людей, которые много знают. Мне нравится, потому что не знаю. Но так, чтобы вы там программу Вербийского знали, так-таки... Нет, да. Ну, это похвален, стремление написать. Программу все-таки он написал, молодец. И как-то он... Я думаю, значительную часть он знает, или как-то понимает. Хорошо. Так, Сергей. Вот я пишу, значит, уравнение плюс у в пятое равняется единице. Так? Так, это кривая в А2. Ну, давайте А2 вложим в П2. Сандарт номера. Не замкнем там, откуда вы получите кривая. Какой урод? Ну, просто, значит, вы не знаете, как считать. Вам нужно время, чтобы посчитать или как... Так, кто мог отнесетесь к такому вопросу? Не знаю, вспомните. Ну, можно посчитать... Я вам... Давайте сейчас пока мы... То есть я про каждую хочу понять. То есть нам надо ведь как-то к общему знаменателю. То есть я думаю, что у нас как-то... Одни одно знают. То есть я... Понятно. Не знаете, как решать задачу. Да, хорошо. Так, значит, давайте... Так. Владимир. Так, вы знаете... Ну, я не знаю, сколько... Как решать, да? Да. Хорошо. Дальше. Алексей. Ну... Я могу дочитать сейчас. То есть вы знаете, ответы не знаете, но как считать, знаете. Ну, как примерно... Многочлен Гильберта и вычислили. Там... Рот, это будет... Ну, арифметический рот, это будет свободный член. Один минус свободный член. Понятно, понятно, понятно. Более простой куни-то рецепт. Значит... Иосиф, у вас как? У меня очень... Ну, это такое тяжелое представление вроде, и оно несчитабельное. Хорошо. Так, Николай. Так, можно просто взять, попробовать посчитать. Там как-то... Там можно взять, попробовать. Поэтому, собственно, попробовать как-то... Там можно как-то получить дифференциальную форму, это как-то можно сделать. Ага. Только не помню, как. То есть... То есть... Вас бы такая задача не испугала в качестве домашнего задания. Вы бы дома справились. А так вот, сходу, так не очень понятно, да? Нет. Если сейчас какое-то время, то я просто... А, то есть если дать время подумать, то вы думаете, что сообразите, как это считать, и довольно быстро считать. Хорошо. Нормально. Хорошо. Ну, о чем это говорит, да, в данной ситуации? Значит, о том, что, значит, какие-то общие у вас есть в голове, а конкретики мало, да? Значит, давайте вот заполнять все эти дырки, да мы до кого-то уровня будем доходить. Теперь, значит, вот, значит, теперь у меня такой вопрос. Вот когда я говорю слово А2 содержится в П2, замкнем там кривую, у кого... Я не буду так персонально спрашивать, вот, то есть мне бы хотелось, чтобы в этом месте добиться полного понимания, чтобы мы понимали друг друга на 100%, что тут никакой нет в этом. Да, то есть в однородных координациях, ну, как-нибудь так будет, да? Вот если у нас, здесь у нас координаты X, Y, да, а здесь какие-нибудь возьмем T0, T1, T2, да? Как-то так, по-моему, пишут. Вот. Ну, можно дать уравнение вот таким, например, это T1. Значит, значит, X на T1, T1 на T0, да? Y на T2 на T0. Координаты вот на... Здесь есть стандартное покрытие P2, там есть куски U0, U1 и U2. Ну, и, значит, UIT, это там, где T2 не равно нулю. Вот, покрыт такими кусками, каждый из них это A2. Вот. Ну, и, например, вот это A2, там где-то 0 не равно нулю. Мы на него можем поделить. X, Y такие. Вот. А если мы хотим в P2 написать уравнение, кривой, замкнуть, ну, вот, где просто вот такое уравнение будет. Значит, T1 в пятой плюс T2 в пятой равняется T0 в пятой. Это народный уравнение, это был как раз замыкание, это кривой. Ну, что-то, видимо, надо доказывать, ну, что-то такое очевидное. Если у кого-то есть, кстати, у меня останавливаетесь, то есть, если я говорю, очевидно, это я могу обмануть. То есть, если у кого-то хочется разобраться, вы меня останавливаете, будем вместе обсуждать. То есть, ну, вот, я сказал, что замыкание от кривой, это, ну, что, это ведь надо доказать, в принципе, да? Ну, и я знаю, что так почему-то, и я думаю, что если я буду доказывать, то это легко докажу там. Вот, ну, хорошо. Так, рот пока вам не скажу. Теперь еще один вопрос, тоже для меня это важный. Рассмотрим P2. Так, и, значит, значит, снова пойдем по кругу, да? Ну, значит, Сергей, вам удар первый на себя приходит. Понимаете, то есть, не бойтесь сегодня знать, а спокойно к этому относиться. Да, хорошо, P2 возьмем. И в объем там линейное рассвоение L, U, A, тройки. Так. Сергей, чему равня? Это вот X, да, допустим. Чему равняется H2 от X с коэффициентами L? Ну, размерность. Я не знаю, что такое рассвоение. Хорошо. Так, дальше Владимир. Ну, там вроде было какое-то вычисление в Харскорне. То есть там что-то вроде... Вот я не помню, я не очень хорошо знаю эту теорему, поэтому я не точно помню, в какой размерности там не ночь. Ага, хорошо. То есть... Ну, хорошо, Сергей, значит, я ритмирую, иначе вы, вы не знаешь, в коэффициенте, и что когмологии тоже не знаете? Когмологии OX-модули. Вот это такое... А? Ну, на парах, в общем, считали. Когмологии, гогмологии комплексов. Комплексов, да. А когмологии с коэффициентами в пучке? В пучке не было, да? Хорошо, нормально все, да. Хорошо. Можно решать. Ну, в общем, да. Хорошо. Так, дальше Алексей, вы что скажете по поводу этого вопроса? Ну, да. Ну, это правильно ответ. То есть вы примерно, вы знаете, как устроен, как вообще устроены линейные расслабления на проективном пространстве? Знаете. И как когмология у них устроена? Да. Знаете. И то есть легко по этой теореме, можно сказать, там... Значит, это... То есть полная... То есть это конкретный набор пучков, и у них... Да, то есть все знаете, да? Хорошо. Так, значит, следующий тогда вопрос задам для... Кто у нас? Йосиф, для вас какой-нибудь вопросик сейчас подкинем. Ну, давайте вот так вот. Здесь ответ есть. Давайте, значит, h1 от p2 с коэффициентами о от минус тройки. Так, что скажете? Нет, я ничего не помню. Я с этим разбирался несколько месяцев назад. Один раз я прочитал, разобрался, и вообще ничего не помню. Но это у нас... Вот мы начнем с конкретным следом делать. Это у вас будет просто... Вам не надо помнить, вот. Вы просто... Значит, из вас это будут выходить? Хорошо. Значит, Николай, вы что скажете по этому поводу? Сейчас, мне сам у нас выбрать ответ. Значит, да, это правильно будет ноль. То есть вы помните более-менее теорему и пыда? Это ноль. Хорошо. Так, хорошо. Значит, ну да, то есть, да, так, давайте, значит, вот другую сторону попробую задать вопрос немножко. Это алгебриджит геометрия. Что у нас с римной геометрией? Значит, кто может дать определение... Значит, кто знает, что такое связность на расслоении? Ну, там, где выучи свойств каких-то, что, слушай, всеми симметрии должно выполняться. Поэтому... Можно как это выражение Пушкова? Хорошо. То есть кто-то что-то про это слышал, но не все знают. И что такое кризисна? Тем более уж раз связанность не знает, если это кризисна, тем более. Я так думаю, что... Да, хорошо. Ну, нормально, да, так вот. Вот будем все это... Значит, хорошо. Теперь давайте я сейчас задумаюсь на секундочку. Мне нужно в этой ситуации план для себя выработать. Давайте мы начнем с обсуждения, значит... Кривых над полем просто. В любом случае, нам надо с этим хорошо уметь общаться, а заодно мы вас попробуем научить, что такое пучки, там, расслоение и каких-то гомологий. Хорошо. Так. Значит, что такое пучок, знаете, где вы, что такое пучок? А, ну так это уже здорово. То есть абстракция в этом стоит. Дальше что у нас? То есть мне всегда было трудно подниматься по уровню абстракции. Вот пучок, значит, значит, мы работаем с глобальным объектами, но с каким-то локальными средствами. То есть для них нет таких формул, как вот... Формульные люди, которые изучают афинные многообразные, они пучки не нужны по существу, правда? В афинной геометрии там кольца, соотношения. И тут получается... Ну, это раньше. Мне казалось, что молодежь должна все это легко проскакивать, так сказать, ну вот... То есть... А тут у нас, значит, вот давайте сначала, значит, как бы в чем тут, ради чего все это делается? Вот... Давайте возьмем пароактивную прямую, просто. Вы понимаете, да, что это такое? Алгебрическая награда P1. И, значит, вопрос такой, значит, какие есть на P1 алгебрический, значит, как называется, регулярные функции? Вот на C пусть, на полном комплекте числе, допустим. Ну, давайте, смотрим. Вот давайте у нас P1. Вот взяли вот здесь, да? Попробуем, поверьте, получше ваш ответ. Значит, там какие-нибудь координаты, скажем, однородные, T0, T1. Так, это понятно, да, что я говорю? Хорошо. Теперь мы хотим, значит, вот это обозначается, так сойти, гамма от P1, одно из облачений P1 с коэффициентами ВООП1. Значит, это означает, что нам нужно алгебрические функции нападения везде, всюду определенные, без пульсов, без всего такого, всюду определенные. Вы сказали, что какие-то многочлены. отчего многочлена ну все на каким-то поле давать происходит с неважно может комплект на часа народа поле мы в данного члена хорошо от 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 чего этом начали на нерадких переменных зависит ты 0 ты 1 до так было написано так не стесняйся то есть просто защита не надо бояться ошибиться надо бояться боязни на боятся душу еще не знаете а то что вы боитесь как бы это свое незнание так бы что-то в таком стиль да ну давайте подумаем вот является ли ты 0 функции на поедине такой вот у вас . с камень кормятами 32 да есть такая точка правда почему равняется ты 0 означает 0 это ты штуки если функция начала вы скажет точку значение принимает наверно вы сказали стройки да ну ты 0 ну ясно что плохо потому что это здесь у вас отношения вид как бы такое мы можем на какой-то коэффициент и у нас изменится нет такой функции ты 0 на p1 ну и ты один также не функция то есть и нельзя в точке посчитать не значение но ответ такой ротика что только константы только f все убрать и стоит будет правильно ну смотрите какая ситуация у нас получил это резко это совсем ситуация отличается от афины науки афины многообразия они определяются всем кольцом функция них а здесь на проективных этих функций как правило с гулькина их нет кроме констант это такая типичная ситуация то есть если мы пытаемся старыми средствами с помощью функции ловить что-то на многообразиях компактных реактивных на у нас ничего не получится мы и и да это вы не бойтесь это это нормальное явление то есть вот просто многие люди которые вот они просто вот вот на этом муха дорога остановилась они не поняли там они поленились узнать такой пучок вот они видим понимаешь и функции нет там ну как а что тогда в той форму умеет писать а то форму не напишешь не не нет терминов которых их писать правда те функции уравнение как писать что такое вот поэтому надо пучки как раз позволяется не справиться но это уровень абстракции поднимаются мы должны там мы пишем буковку там x и y уравнение x квадрат равняется y в клубе что начинаем а здесь таких формул нет просто так как бы как на по-другому кой другой язык нужно и вот и к а пучки это что-то ведь страшный пучок да это пучок это за каждому открытую множество сопоставлено какая-то белого группа скажем с пучок или игру совершенно необозримая вроде бы вещь и как с этим бодаться страшновато на сабель так же все просто как и вот форму но немножко с другой стороны надо смотреть и вот мы будем к этому привыкать вот тут уже ребята к этому как-то более-менее лучше привычки вы ну не бойся вы тоже это мах то есть это вот значит то есть если вы хоть и не локальный вопрос отвечает где вот во все функции там уровне писать а глобальный вам это нужно освоить это легко на самом деле это хорошо так значит ну давайте так а что такое то 0 кстати не функция а что такое может ответить до 1000 линейного рассвоения да правильно хорошо о конкретного от единицы так хорошо значит все эти нам надо как-то значит чтобы дать попробуем сергеем как-то чтобы сергей не чувствовал себя одиноко мы сейчас попробуем всякие как бы это ухватиться скать не ничего что значит кто вы уже там знаете поговорим вокруг этого значит ну давайте значит сейчас ну да мне придется продвигать нам сдача был прородка его а давайте сначала скажу без пучков а потом мы еще объясню вам про пучки и мы но не честно размахивая руками будет понятно все но не честно посчитаем вот этой кривой например к рукой фирма до 5 степени ну давайте у нас кривой 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 и давайте все будет на cf равняется c на c так значит у нас кривой у нас кривая x вот заодно вот вот скажем вот этим икс вот за на этим уравнением так значит x содержится в п2 а теперь я напишу некоторым обозначения и раньше вам будет понятно всему непонятно я поясню xfc содержится в п20 так значит все я пока буду на вас нападать потому что другие тут более продвинуть чем вы да то есть не агрессия просто желание вас чтобы так и понятно обозначение да или нет до комплекса в точек до с комплексом кармято меня совершенно верно так теперь ничего что давайте посмотрим на эту штуку значит тут есть конечно разные топологии на этом множество есть пологе зарискова да там завтра нож за одно уравнение она очень бедненькая на самом деле она интересная но такая там малого на прописать какие какие замкнутые множество на один топологии зарискова я бы рисовать пологе зарискова если меня кто не понимает сразу меня хватает если чтобы я писал давайте в один ну все нации какие замкнутые множество это несколько точек ну либо все пространство до ну либо пустой множество . их очень мало это такая штука неотделимая этого одну . другой не сможете вот них удобно заведом продлить я не хочу дурацкой пологе она интересная но она них удобно если вы привыкли жизнь хауздорфа мире то для вас немножко такой как бы напряжение будет начало но это нормально хорошая отличная топология лучше говорить хорошо вот теперь но там есть сильная топология нужно 20 помимо того что алгебрическое многообразие то еще и обычным многообразие скажем к комплект аналитические дифференциальные сейчас не хочет вдаваться до сильно то есть сильная топология просто вот вот один шутку а1 от c да как нож это c там есть пологая за рискова конечно она слабенькая но есть обычно это пологе в которой мы все знаем привыкли и c отлично такая вот это существо даже плоскость а с комплект на это прямая правда так вот на этой штуке и здесь если сильная топология вот давайте я сейчас другой просили пологе который наследуется сильный пологе отсюда смотрите вот эта штука первый вопрос защита отдать поймем что это такое значит ну дать хочешь верить что это на самом деле комплексно это с комплектом очень кривая правда ведь чтобы это не значило у нас было не еще двумерное мы одно уравнение взяли там начинал размера стадичку упала вообще говоря давно упасть правда если у нас все было линейное там все происходило с вы взяли заму линейное уравнение одно от двух переменных то но что ну рейда единичку меньше размерность тут так все и происходит теорию размеры театр не у не очень простая вещь и размерность надо изучать если бы был вопрос про как тайны теорем я буду и пользоваться там никаких неестественных удержья делать не буду просто буду пользоваться но если кто захочет забраться я скажу где приобретать читать мы можем обсудить здесь на этом вот на наших встречах что ну а так если мы опять у размеры зачем развивать целая бодяга там у нас идет там и месяц на это или два это 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 все вещи в которых легко верится вот я научу вас неким фокусом а договорась в одессе отличные книжки скажу где они сегодня здесь можно обсудить доказательства но не наш не стоит зацикливаться то есть нам пока хватит такие такие понимания общего что это комплексная кривая вещественные точки зрения двумерная штука следующего компактная ли она вот в силе по логе ну конечно раз на уравнение в задных правда замку за ясно что весь компактная двумерная все они известны как устроены какие-то бывают сферы с ручкой бутылка клей на бывает там что за счет такое значит дальше вопрос ориентируем она или нет а почему это мурально да значит этот нам понимать дошлось возьмем касательно пространство к ней да это одномерная комплексная такая прямая там есть умножение на и по вкусу комплексная и давайте считаешься поворот положительным управлением умножения на и то есть как то скажем касаемо красавец мы знаем куда играть есть в положенную сторону на и надо умножать то есть это ориентируем и так это двумерная компактная ориентируем а это все сферы с ручками да это же теорема целая но мы верим нет да хорошо дальше у них есть число ручек то рот так начали штуки есть рот вот вот так определяем и да же вот его там и хотим посчитать пока потом и на абстрактный полем хотел определить рот там так такой фокус не прокатит уже сильные топологии здесь и заправить но сначала просто в обычной ситуации комплект ну как определить рот ну вот значит да давайте воспользуемся сделать да 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 будем читать или арктиристику разобьем треугольнички и почитаем значит если у вас значит вот давать так этому может у нас какая-то такая допустим сфера с двумя ручками да такой поверхность кренделя какой у него ну вроде чего ручек 2 рот должен равняться 2 2 а какая или арктиристика правильно минус 2 такой ну давайте смотреть дать угадаем это у сферы какая же равно нулю сфера на какая ли арктиристика 2 двойка то есть надо развивать мысли на треугольнички например да вот про сферу можно разбить на два треугольничка сверху такой треугольничек и снизу сколько там будет значит вершин 3 ребер 3 и 2 треугольничка 3 минус 3 плюс 2 двойка здесь хи равняется двойки так значит здесь значит же равняется единица какая или арктиристика 0 до еще можно разбить на треугольнички опять же ну как вот можно представить что да вот это склеение вот такой картинки до такого вот так вы склеим вот так то легко сообразить как раз не треугольнички посчитать ну можно по-другому как носим здесь 0 ну кто эти общую форму для рода же можно приложить до 2 значит и равняется 2 минус 2 же значит это может развивать на треугольничка может получу гомологии например да гомологическими там рациональными коэффициентами обычными гомологии значит до рангов до числе числа быть они здесь получается h0 h2 это по единичке h1 это же 2 же так точнее 2 же хорошо хорошо вот наш вот теперь теперь дубон ночью умеем через треугольники считать этот рот давайте вот попробуем применить к это как это кривой на мною на разбить на вот на треугольничку наше x в дело хитрым и как-то тут нам трудности представить как все там она лежит ну для это принять следующий фокус куда часть я объясню ночью будем часто пользоваться он его говоришь как о тексте верен вот давайте мы из этого x устроим некоторое отображение в p1 ну давайте как какое вот вот на афином уровне это будет тогать спроектируем какой координат и за два здесь вот карматы x y мы спроектируем в один ну скажем на x на карматы x вот и кривая в частности вот x тоже облиться в p1 но x у нас тобой не только во 2 на рамках и замкание есть так что нужно как-то продолжить на то что там на эти точки которые бесконечности добавить продолжается проблем нет то есть значит у вас значит вот эти точки где бесконечности в общем сейчас сообразим куда их надо перевести вот это у нас не на всей кривой и только на финной части да это вот это но твой на экспрессии шагма на всем x ну сейчас будем конкретно считать как в добавлен точках его полить увидим что до определяет проблем нет так и дальше мы будем делать следующее вот это отображение это тоже называется разветвленные накрытие у него и степень таскать сколько . висит на над одной точке p1 ну легко сообразить вода из этого уравнение что сами 5 то есть у вас не фиксирован для y 5 возможностей в общем остается да ну я доска с ученым кратности конечно делать то есть и на и на и на и склеиваются на данной точке в общем висит 5 точек здесь хорошо теперь на некоторым точки меньше висит чем 5 там говорят что их точки на теме . или меньше 5 лет ленивых есть вы сам устроена вот так вот так как на рассветление и мишки 25 допустим то из cfc от выражение z переходит за спятой вот на каждой точке кроме 0 5 точек 0 1 точке висит то есть там как вот это вот это цену такого так вот как вы может делать разрез в этом цвета в день ну какой такой и так пять раз на вернуть вокруг себя словом вот так у меня устроено отображение в этой точке есть индекс ветвление 5 равен да да вот тебе вот это имеет такой же тлен накрытие почти везде пять точек а в метрах поменьше вы перестали представьте что мы знаем и степени это эти точки в этом потом конкретно считать для этой кривой дети точки 9 лет лени происходит допустим все это знаем а теперь давайте сделаем так дальше будем как будем считать трот мы возьмем вот здесь есть не несколько точек от ли ветвления в play 1 до я пишу x на самом деле написать икса и социалов не буду вся комплекта . рассматривать вот смотрите вот здесь есть какие-то точки точки ветвления наверху это клетни не буковка икса кресть как-то ну не знаю как как обозначить там в общем они куда-то переходят вниз идут в какие-то точки там или точки вот очень очень и в поедине есть несколько точек над которым что-то не так над которым какие-то склебни происходят мы их всех отметим по 1 и дальше выберем изменения треугольнички p1 которые у которого эти точки все вершины я слышу есть такой правда это не доказательство но по сути ясно что мы можем развить окна треугольнички чтобы все эти выделены точки были вершинах или маленькие такие треугольнички у него уже этому шутках офисный раз треугольнички маленькие и там не разветвлено на кредиту мы все эти треугольнички можно взять их про образу наверх правда я не должно быть треугольничками поправька скажу треугольничка развалится на 5 треугольнички про образ каждого отрезка развале 5 отрезков оправы расскажите точки по разному сучхиось не кто развалит на 5 точек а некоторый не разваляться правда вот сами мы можем Case помощью и но с помощью этих индексов весом ледяя может понять насколько развалится выставим можем писать некую формулу 8 мы знаем те индекс светления как изменится электричество эта форма называется формула гурвица иногда называется формула рима гурвица давайте мы сейчас напишем в общем случае вот это не доказательство . в это объяснение и не при желании можно делать доказательство но уж по-другому делать лучше мне поверить а доказывать по-другому все это вот мы сейчас напишем а потом применим наш конкретно ситуация вот сейчас я напишу вот скажем на доске формула рима гурвица и посчитаем роза закривая фирма да если я говорю не понятно мне хватать я рассчитываю на ваш такой у нас нас мало чтобы вы друг друга знаете да ну сейчас я напишу да да так что хорошо и будем ее применять сейчас а ну вот видео так значит отдавать лишь x y так и для каждой точке п подлежащий x это все комплексные как бы рассказать нужно такое растленное накрытие локально она устроена так что вокруг каждой точки да как будто вот такое возведение куда степень как правило большинстве точек это просто один к одному там нет никакой накрутки дубу больше заточек индексы тренировали дениса то есть нет никакого и твение когда не светленье разницы нет накрутки просто от касательная пространство в точке наверху отображается и замолчена касательно пространство на образе большинстве . в конечном числе есть такое вот если приближет x давайте е от п это индекс ветвление это давайте обозначим значит это как надо сказать это разветвленное накрытие так называют это индекс ветвление в большинстве случаев значит еп равняется единица это означает что ветвление нет так давайте если нужно я могу что вот нужно что сказать про это индекс ветвление сейчас более такое подробно как его определить или нет или пока так хватает на таком уровне есть кому-то нужно говорить я могу в любую сторону как двигаться как вам вот интересно хорошо так вот формула римлягу улица выписываю значит хи от x равняется во первом 5 или у физику y и умножить на степень f это не все еще вот начинается с этого степени число прообразов у точки общего положения как степень у всех она одинаково сказать с ученым кратный вообще у всех . одинаковые слова прообразов ситуация такие компактные в общем деле это когда у вас кривые компактные гладкие такие хорошо это еще несет значит в минус сумма по всем п ближайшим x 10 и и п минус 1 это все на c значит сейчас скажу какую роль играется дальше потом начнем ее применять то есть на приводу вот но все умножили на степень на 5 но только мы некоторые точки у нас ли лишний посчитали будут допустим проба стоишь был не 5 1 . я слышал что 4 надо выкинуть вот мы здесь и выкидывал то что мы с помощью умножения лишнего насчитали сейчас скажу если если у нас в королевский п ситуация более сложная она тоже интересно да спасибо то есть вы знаете про это явление там такой бывает еврей под названием дикое ветвление ручь на самом это ручное ветвление продико ветвление вот если вы там есть и локальной теории такой чисел то вы слышали про это явление но критики по это уже есть народа но свиреп это уже там это жуков там у нас хотя бы там где-то он пишет форму пытается форму писать для поверхностей мне кажется ночью это пролан продавать часть не будем говорить очень надеюсь дикое ветвление логу вот христики побывается то есть что значит как уровень играть христика 0 критика но не бывает дикое ветвление и второе что замкнуто давайте сначала я исправлю когда у нас значит вот и будем считать на c рот и драйвия сразу как на ее исправить чтобы не на c считать это формула почти правильно если не на цели 1 значит когда вот посмотрите где тут сейчас вот это сверху то есть давайте поговорим о таком я вот значит вот давайте рассмотрим так давайте в качестве фоне внизу я не замкну например давайте возьмем давайте рассмотрим кривую x отступление пока нас когда содержишься во 2 из заданных и уравнением их квадрат плюс игре квадрат есть минус единиц так если какие-то сомнения в том что алгебрическая кривая многообразие размерность 1 но я надеюсь что нет но если есть кого-то говорите это важное идеологическое важно понять нормально всегда что много какие у него . это много и икса тир ну а икса тир уж конечно не пустой там какой-то там чему-то там равно хорошо теперь значит как все все это представлять к кстати а значит когда мы замкнем это криво какого народа будет может догадаться 0 0 0 0 будет то есть как-то а значит вот это что и да и она пересекается с бесконечно удаленной прямой надеюсь что в двух точках да то есть еще уровень 2 на 2 может и она касается напрямую 2 в общем это там у сферы из которых что-то вывык выколо то ли 1 то ли две точки и на ней действует инволюция комплексное сопряжение правда намного комплектных точек у него неподвижных точек нет . это вот это вот хорошо значит но получая а вот что значит значит а это вот только комплексный . это только такая . в этом смысле до . свечи с вещественным координатам а еще несколько понятия схемные точки раз узнаете что к схеме штуку у вас схема покрыта какие-то пусть весьма и схемы . штука схем это прежде всего топологическое пространство да с каким там до болезнью структурами скажем случае когда у вас схема финна это просто спектр кольца соответствующего и точки это просто идеала в этом кольце правда так это вот а схемные точки есть значит как устроены схемные точки вот и схемные точки есть они не на дыры нигде там просто темные точки как они связаны с этими точками ну есть одна . общая да про не давать часть не будем пока говорить про общую точку а так это это на сам парочки комплекса . да вот которые сопряжены я уже не знаю как валюта действует так что неподвижность . ясно что не такое как-то надеюсь без неподвижность . можно пытаться сообразить скорее антипод на антипод так вот такого типа инвалид скорее не сюда переводит а вот так отражение такого типа инвалид . хорошо это вот такие парочки схемные точки очень вкус такой шуха же схемные точки есть степень уснул . степень 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 сколько в ней живет настоящих точек правда к мамморально такой точке морально живет схемные . ли партии морально живет две настоящих точки геометрических на самом поле там все равно что там там по одной точке настоящей геометрической они они там выполнен по разнице давайте еще более простом случае давайте в качестве многообразия бы возьмем x равняется 1 как устроили схемные точки да вот есть вот такие вещественные точки а есть вот такие парочки вот это . вот с этой вместе это уже образует . да если у вас . здесь альфа да то значит простой диал все это происходит в кольце в каком р от 1 прямая от их называть напишем вот каждого функции на этой на на фене прямой на дэр если мы хотим простой ялс соответствующие . нужно породить идеал x минус альфа таким а если здесь вот у вас альфа какой-то альфа чертой то нужно взять простой ял x минус альфа рожденный так таким больного и их конец альфа с чертой степень 2 это соответствует тому что мы в этой точке схема живет две геометрические точки и степени равняются двойки вот точки степени 1 а вот точки степени 2 так вот здесь естественно нужно учитывать сколько настоящих геометрических точек живет то есть здесь надо бы еще умножить на степень п любым по если не на c а над критически 0 но поле не взял модерна примере лятку да вот я хочу чтобы это понимать считать точку с учетом того сколько в ней живет на геометрических точек хорошо так мы написали форму гурицу да сделаем перерыв на пять минут то мы посчитаем для вот той кривой так значит ну ну давайте так что так то лиц если служу не писать на одной доске все равно давайте будем менять доски чтобы там быстро не стирать так значит давайте считать ну я могу сразу считать для кривой степени инферман давать я не буду я посчитаю такой же применение так ну давайте значит вот нас значит x у нас содержится в p2 давайте так в 2 у нас координаты относительно аккуратно постарайся сделать и 0 ты 1 ты 2 ну их какие скобочках возможно не знаю квадратных написать или когда или в круглых или в квадратном через не знаю как то пишется в общем квадратно хорошо так это однородная корня на p2 хорошо теперь в p2 вот давайте выберем у 0 у 0 это множество точек точек p принадлежащих p2 таких что ты 0 от p не равно нулю да хотя ты 0 не функция да не функция но равна на нулю не равна мы можем сказать согласно да то есть мы не может сказать значение как у принимает на 0 или не нужно сказать можем от того чтобы умножить на ненулевой ночь ли это соседина ты навряд на свой соответственно умножение поэтому это честно все вот это у 0 и замороза а 2 замороза как она замороза значит вот на этом у 0 есть такие функции т 1 поделить на ты 0 давайте ты x будет и т 2 поделить на ты 0 это будет будет y хорошо честные функции да хотя у нас т 1 это 0 не функция их часто эта функция потому что того что мы на множестве умножаем часто не меняется но на как я вот на 0 апреля на на бесконечности она нет там где ты 0 0 нулю так так вот значит их за на уравнением каким нас на счете 1 в 5 плюс т 2 5 равняется ты 0 5 до это вот в p2 а x 0 это x пересечь с 0 там за одно уравнением x 5 плюс y 5 равняется единиц так хорошо и теперь начну из x 0 устраиваем отображение f в один как на устроено отображение парочка x и y переходит в x ну некий сомнений ранее что там георгическое отображение хорошо теперь иначе мы начнут про него что-то хотим почитать но сначала вот нас у вас такая картинка x 0 содержится в x отображается в один содержится в p1 и мы хотим вот такую стрелочку нарисовать продолжить вот я что хочу сказать по поводу этого продолжения сейчас в данном случае мы просто сейчас напишем конкретный формул разберемся к перепишем в другой карте там как все это устроено отображение разберемся как его определить но вообще когда у вас из кривой из гладкой кривой есть ображение проекте в проективном многообразии она всегда всюду определенную само то есть если он даже не при логике . его можно определить это связано с тем что на кривой потому что вы можете домножать а на кривой любой в одномерном случае у вас начали когда гладкий у вас любой я главный там поэтому вы можете тогда множить что не все координаты будут обращаться в ноль одновременно потом про это мы скажем то есть у вас когда из кривой из отображения куда-то в такой в компактный практике вы всегда можете из гладкой кривой всегда может продолжить на все значит если не в ней не в компактно то может конечно не продолжить и если у вас не одномерная что такое двумерное тоже можно касаться не продолжить и поэтому эти эффекты мы обсудим потом вот но их кривой из гладкой всегда в в проективной шутке изображение может продолжить. Однозначно причем. Здесь проблем нет. Но здесь мы сделаем это явно в этом случае. Давайте вот эту стрелочку, я так скажу, посчитаем. В общем случае в коротмерности 1 может продолжить. Здесь многообразие нормальное. Ну, сейчас давать не будем. Так, значит, оставляем. Сверху давайте сотрём. Сейчас это вычлением сделаем, а дальше вы уже сможете всегда сами род посчитать. Сможете считать на самом деле. Но потом я вам еще и другие стрессы для вычлением рода. Так. Ну, давайте смотрим. Значит, что у нас? Итак, вот у нас x0 содержится в x. Так, значит, нам нужно... Здесь мы все знаем, как устроено. Нам надо захватить то, что у нас не попало сюда. Я не знаю, где они лежат. Лежат ли они в U1 или в U2? Давайте начнем с U1. Попробуем, да? Давайте у нас x1. Это будет x пересечь с U1. Что такое? U1 понятно, надеюсь. Да, это вот то же самое, только Т1 не равно 0. И посмотрим, как там устроено. Напишем уравнение. Значит, какие координаты в x1? Ну, в x1, значит, T0 поделить на T1 координаты, да? И T2 поделить на T1. Это корня от V1. Там мы можем делить на T1. Но можем написать, что эта штука равняется единиц поделить на x. Это верно. То есть, понимаете, это равенство в поле функции происходит, в поле шансациональной функции. То есть, мы можем написать, что это единица на x. Единица на x. А это мы можем написать, что это y поделить на x. Правда? Ну, давайте как-нибудь. Не хочется в таком виде, потому что здесь какие-то полюса, там надо думать про них. Давайте это через U и обозначу, да? А это через V. Это функции U и V, это функции на... Вот это U1 и замов на A2 с координатами U и V. Так, значит, понятно, да? Что-то, наверное, я надеюсь. Так, ну, давайте поймем теперь, как устроено x1. Значит, нам на U и V надо писать уравнение. Значит, ну, давайте. Значит, у нас какое уравнение... Значит, ну, давайте по-простому. Я не буду всю цепочку... Давайте, как я для себя написал, так напишу. Это будет не доказательство. Это будет... Я покажу, как я для себя считаю. Если меня кто будет секретарировать доказательства, я буду думать, как же какие-то правильные слова сказать, но я для себя не думаю, это пишу. Вот у нас уравнение кривой по существу. x5 плюс y5 равняется 1, да? Мы можем делить на x. Ну, давайте поделим на x5 все это, да? Так, ну, здесь будет 1 плюс y на x в 5 равняется 1 на x в 5. Да, то я получу уравнение 1 плюс v в 5 равняется u в 5. Вот это и есть уравнение на x1. Это не доказательство, но я дальше не стал бы думать. То есть, кто-то хочет меня объяснить, почему вот это... То есть, мы можем это пообсуждать. Сейчас, я не понял, почему это вообще надо... А мы хотим вот эту стрелку нарисовать. Да, да, да. В чем вообще проблема? Ну, это 1 плюс v в 5 равняется. Ну, надо вспомнить определение, замыкание, да? Что такое замыкание? Это наименьшее, там, замкнутое по зарисковому множество, содержащее x0. И от определения надо до этого уровня добраться еще. Ну, там какие-то, наверное, тривиальные вещи, но я об этом не думаю. Выяснили, что все верят, что международных координат. Ну, да, да, да. А, ну, да, да, отсюда можем выяснить правильно выгородить, да. То есть, можно так, да. В общем, как не делать... То есть, пока ситуация... Бывают ситуации запутанные алгеброметрии, когда многобранные сложные, особенность, всякие там компоненты у них хитрые были. Еще были примарные компоненты полезные какие-нибудь. И там бывает сложно... То есть, бывает ситуация, когда тяжело разбираться. Но здесь у нас такая ситуация все, так сказать, видно. Поэтому здесь надо действовать наивно, и никакой проблем не возникнет. Бывают ситуации, когда действительно сложные алгеброметрии, и там приходится разбираться гидитально. Технику применять разную и так далее. Вот какие-нибудь считать. Ну, в общем, сложно было бы отчленивать. Так, хорошо. Значит, теперь, значит... Вот у нас... Да, это у нас... Это уравнение в У1, да? А теперь, значит... Теперь нас интересует У0, пересечь СУ1. Там мы уже все знаем, как устроено, да? У0, пересечь СУ1. Там у нас что, не равно... И... У1 это У и В, а У0 еще... У0, там где-то 0 не равно нулю. Значит, там, где У не равно нулю, да, наверное? Вот так я так думаю. Что это множество тех точек П, принадлежащих У1, таких, что... У не равно нулю. У от П не равно нулю. Согласна, да? Тоже так же, так на автомате, не думая о смысле так. Ну, так, взрывнее и так получается. Ну, если, так сказать, нужно поаккуратнее, значит, нужно... Можно поаккуратнее про это говорить. Но обычно не нужно. Так вот, когда... Если некоторые навыки есть, не запутаешься здесь. Хорошо. Так, и, значит, как же у нас все, значит, устроено? Значит, у нас вот такое уравнение. Значит, единица плюс В в пятой равняется У в пятой. И, значит... А, еще надо внизу написать аналогичную карьеру У. Сюда вниз, да? Ну, у нас куда переходит точка, значит, В... Значит, УВ... Скоря, переходит в точку с координатой Х. Значит, Х... Чему равняется Х? Вот, Х равняется... Единица на У. Это переходит в единицу на У, так мы можем писать. Вот такое отображение у нас. Правда? Так, опять же, наивно. Не думаю о смысле, что бы это значило. Если нужно задуматься, мы можем понять, да? Хорошо. Значит, а теперь нам надо, значит, понять, значит, куда переводить точку с У равным нулю. Да. Вот. Значит, У равна нулю... Сколько таких точек? Пять. Пять точек, да, значит, вот пять точек. И... Ну, я думаю, их на все бесконечности переводить. Правда? Только единственное, понять, что это отображение, все хорошо устроено. Поэтому картинка будет такая. Вот здесь у нас У0, здесь У1. Здесь их пересечения. У0 пересечь с У1. Так, да? Это отображается в А1 с координатой Х. А это мы отобразим в А1 с координатой Единицы на Х. То есть с координатой... Сейчас, как называется... Да, с координатой У. А здесь у нас между ними тоже есть такое... Сейчас, как-то, нехорошо я говорю. Сейчас, как-то, нехорошо я говорю. Давайте вот на этом П1 тоже какие-нибудь координаты введем. Однородные. Там у нас С-0, а здесь давайте С-0, С-1. Вот на этом П1 однородные координаты будут С-0, С-1. Вот так вот, да? И у нас есть... Так, как-то надо сказать аккуратно, чтобы нам не запутаться. Мне не хочется сказать, что Х это С-1 поделить на С-0, потому что Х не там лежит. То есть, послушаю, что это Х, но мне не хочется буквы Х обозначать, потому что у нас путаница в обозначениях. Давайте, значит, С-1 поделить на С-0 я обозначу как-нибудь через... Как бы его обозначить? Ну, через Игорь. Нет, Игорь тоже у нас за это. Ну, давайте через W. Почему мы будем... Можно везде вместо 1 по 1 написать. Можно везде вместо 1 просто по 1 написать. И в несколько сайтов, где писать старшую. Значит, а вы хотите продолжить на родных координатах, да? Ну, да. Ну, можно попробовать так. Давайте попробуем вот здесь в сторонке. Если получится, то мы там не будем дальше продолжать. Если не получится, то вернемся к таким более явным вычислением. Значит, давайте попробуем. Значит, у нас вот Т-0, Т-1, Т-2, значит, переходит куда? Значит, у нас... А, вот у нас вот куда переходит в единицу, наверное, вот так, да? А здесь Х вот так, Т-1 поделить на Т-0. Вот как. Согласны, что у нас вот так вот и вот так устроено отображение. Вот это Х. Да? Да, да. Да, да. Ну, да, плюс это уравнение, вот где-то у нас однородное. Тогда и третье было бы ноль. Да, то есть у нас все-таки Т-1 в пятой плюс Т-2 в пятой. У меня есть С-0 в пятой. Поэтому если эти две ноль, то и третья ноль. Поэтому это все честное отображение. Вот оно и есть. Давайте-то я не буду досчитывать то, что начал, да? Какой-то понятно. Хорошо. Теперь, значит, надо посчитать все, что входит в формулу Гурвицца. Все эти степени. Ну, степень пятерка, ясно, да? Что к каждой точке висит пять точек. Так, ветвление считаем. Точка ветвления. Так, ну, давайте я посчитаю. Да. Значит, вот для того, чтобы считать точки ветвления, вот в этой самой бесконечной, там надо придется какое-то такое впечатление проделать аккуратненько. Оно несложно, на самом деле. Давайте сначала в конечной части посчитаем на том куске А2, который у нас все, где X и Y. Так. Где-то хочу меня стирать. Вот это стираю, да? Значит, вот давайте у нас, значит, из А2 есть V1, X, Y переходит в X. Здесь у нас X0 содержится, назад на уравнение X5 плюс Y5 равняется единице. Значит, а здесь это все переходит в... Значит, да, теперь, значит, взяли точку внизу, V1. Ну, то есть с какой-то координатой X0. И считаем точки над ней, которые висят. Ну, какое уравнение получается? Y в пятой равняется единице минус X0 в пятой. Их обычно таких пять штук. За исключением того случая, да, вот этот 0 получился. В этом случае такая точка всего одна. Ну, и ясно, что индекс ветвления равен 5. Нужно вот про это что мне сказать? Ну, хорошо, значит, во-первых, давайте, значит, сейчас скажу как-то про это. Есть такая формула, давайте нам дам, что если вы, вот смотрите, у вас есть любой раздевленное накрытие, вот давайте абстрактную, независимо от этого X и Y. Да, сумма индекса, это великолепление всегда сравняется, это кратность, как бы, поэтому сумма с кратностями это всегда степень. А тут одна, да, 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 понятно, деваться некуда. Хорошо, так что вот сколько таких точек? Пять штук, и в них, и в каждой индекс ветвления, на каждой из них висит одна точка, в которой индекс ветвления 5. Так что вот кривая фирма, вот наша, значит, вот она отображается X в P1, здесь есть пять точек, вот, значит, соответственно тому, когда X0, это, значит, корень пятой степени единицы. Их таких пять штук. И в каждой из них е, значит, е от P равняется пятерке. Значит, я дальше задекларирую, сходите, можете посчитать, если сходите вместе посчитаем, что на бесконечной тоже пять точек и тоже с таким же индексом. Вот здесь вот A1 у нас, там еще одна бесконечная, над ней тоже, значит, А сейчас над ней, над ней одна точка, а, над ней тоже одна точка висит. И там индекс ветвления 5. Вот так я думаю. Ну, бесконечная чуть ли где сейчас? Вот это надо 1, мы все контролируем ситуацию, да? А еще у нас вот в P1 есть бесконечно удаленная точка. Да, и на дне ветвления. На дне ветвления тоже индекс 5. Так что всего у нас не 5 точек наверху, где индекс ветвления, а 6. Я так думаю, если я по памяти говорю. Посчитаем рот в результате. Ну, вот здесь вот я сотру, сейчас посчитаем рот. Если садется, то я с тем, что я знаю, ответ-то я знаю без этого учисления, поэтому сойдется, я буду думать, что я правильно вам сказал про бесконечности. Значит, хит х равняется хит хит P1 двойка умножить на степень F пятерка минус сумма по всем P минус единичка. Сколько таких штук? Значит, у нас таких точек 6 точек, и в каждой из них, значит, 4. Вот здесь, вот это все 24, значит, по-моему. Правильно я считаю? Значит, ну, смотрим, что получилось. 10 минус 24 равняется минус 14. А это равняется 2 минус 2G. Значит, G равняется чему? 8, да? Получилось, так что ли? Ща, а? Ща, подумаю, правильно ли это? Че-то у меня сомнение. Сейчас. Нет, правильно так есть. Все правильно. Так что, если вы аккуратно почитаете ветвление, то, что я начал вычислять, как все устроено на бесконечной удаленной точке, то увидишь, на ней висит тут ровно одна точка, и там индексисляет 5. Это так все и должно быть. Так что, вот смотрите, какое простое уравнение, а там вот как-то вот как все это лежит по 2, там, 8 ручек этих. Сейчас, а вот то, что мы считали, ну, вот, удаленный прямой 5 точек, они куда отправляются тогда в ноль? Что-то? Значит, вот эти точки дополнительные, они в бесконечном... А, сейчас. Да, да, поняли. Значит, там мы обнаружили 5 точек, да, которые... Ну, они на бесконечном даре, на прямой. Значит, давайте посмотрим поаккуратнее, да, что-то тут как-то у нас... Ну, вроде бы мы... Значит, когда вот так делать то вычисление, мы обнаружили... там 5 точек, которые лежат на дополнении, которые лежат в x1-x0, да? Куда они переходят все? Не сходят. Вроде бы, где вас некуда без... Сейчас, давайте поаккуратнее разберем. Где-то что-то у нас в конце с концами не сходят. Давайте разбираться в этом. Сейчас еще раз проверю. Ответ... Вроде ответ правильный. Сейчас. А, нет, ответ неправильный. А, ответ неправильный? Неправильный ответ, да. Так что, вот я вас обманулся с той точкой. Да, правильный ответ 6 должен быть. Так. Так что, вот, видим... Видимо, не так все. То есть, там получается, что нет ответвления, да? То есть, 5 точек, они все бесконечные. Видимо, там нет ответвления. То есть, получается, на бесконечности. Так, тогда сойдется с шестеркой? Тогда, значит, здесь будет у нас не 24, а 20. Да. 20. Здесь. Да, тогда там будет минус 10. Здесь будет минус 10. Да, значит, вот, видите, я вас обманул. Спасибо, что вы мне сказали. То есть, там нет ответвления. Значит, если хотите, посчитаем вместе, разберемся с ответвлением. Ну, вот такие вычисления надо проделать. Переписать уравнение там, как там устроена проекция, и посмотреть, сколько... Ну, вот, то, что Олег здесь сказал, там было 5 точек, и вроде вас некуда, как бесконечность. Ну, это вот так неаккуратно. Ну, значит, вот как... Значит, если у кого-то есть желание, давайте вместе аккуратно, чтобы вас не было впечатлений, что я вас обманываю. То есть, я обмануть могу, то есть, вы меня так и хватаете, но... Давайте я вам вошу теперь, значит... Давайте я скажу, значит... Я тоже сошелся. Я тоже сошелся. У меня тоже получилось. Хорошо. Теперь давайте я вам скажу некоторый ответ для гладкой и кривой любой степени. Фирма, не фирма. Если кривая гладкая, это в P2 же степени N. Этот ответ можно в двух видах записать. Я сначала запишу так, как традиционный, в книжках, а потом, как лучше записать, чтобы понимать, значит, в общем, по некоторым причинам. Да, хорошо. Значит... Значит, не стесняйтесь, хватайтесь, если что-то не уследили, вы... Значит, у нас беседа, мы можем все посчитать там, чтобы не осталось впечатление, что вы можете это делать сами. легко. Ладно, давайте начнем. Я сейчас напишу общую формулу. Напишу общую формулу даже в двух видах. Итак, пусть X содержится в P2, кривая, да? X, предположим, что гладкая, гладкая, неприводимая. Так, теперь, когда... давайте вот сейчас напишу формулу. Значит, это такая... Значит, ну, гладкость более непонятна, хотя я сейчас вас не спрашиваю определение, вернемся к этому понятию, да, что там нет каких-то вот таких точек, там, или вот каких-то таких там точек, там, да? Ну, как это определение? Насчет неприводимости. Понятно, значит, ну, все определения вы знаете, что такое неприводимое, да? я думаю, знаете или... А? Да, нельзя представить, как объединение двух собственных таких замкнутых. Но, значит, есть тонкость в этом понятии. бывают такие штуки, которые неприводимы, но за счет незамкнутости поля. А когда поле замкнете, она развалится. На две. То есть, это такие вот как бы две, скажем, две прямые, так сказать, но они, или какие-нибудь, но они так не видны. Над основным полем. А когда, значит, они с комплексными углами наклона. А когда поле с СР до СР, значит, вы развалите, она развалится на две. Надо это не разваливать на две. Можно еще и сказать, что группу была их переставляет на две. Можно, да. Да, так вот, чтобы это понять, я обозначил, говорят, абсолютно не приводить. То есть, называется абсолютно неприводимым. Если остается неприводимым, после... Ну, в общем, можно отдельно изучать это явление разваливания. Ну, неинтересно для арифметики. Ну, это все равно, что как уравнение решать. То есть, ну, в общем, там все это можно вычислять, но тут проблем больших нет. То есть, давайте будем считать, что абсолютно неприводимая вещь у нас. То есть, мне не хочется обсуждать такие вещи, которые абсолютно приводимы. Они не интересны, для тех вещей, они не интересны, они простые. Никакой сложности дополнительной не составляют. То есть, у нас всегда будут абсолютно неприводимые. Когда жизнь заставит что-то, столкнемся с ситуацией, где важны другие, я про это скажу. в общем, так у нас это не особенно интересно. Так что, вот она не приводима, вот абсолютно здесь аккуратно написать, она абсолютно неприводима. Ну, либо считаешь, что мы на С работаем, на замкнутом поле, там, тогда, там, Хорошо. Да, и предположим, что у него степень, N, степень, это X. То есть, она заодно уравнивает степень N. Ну, я считаю, что все понимают, хотя это надо доказывать, что степень N однозначно определяется. И вот, то есть, так можно, что степень N можно задать, какой-то другой степень D можно задать ту же самую кривую. Нет, такого не бывает. Степень, она, то есть, что такое степень? То есть, если вы начали уравнение для кривой в точной степени, какой-то степени, то, вот эта степень есть. Ну, про это нужно аккуратненько говорить. То есть, вы можете взять уравнение, например, в таком виде записать его, F от X Y как-нибудь равно нулю. Ну, возьмите в квадратное уравнение, кривая, это аж самая будет заодно, да, но степень изменится. Значит, то есть, я считаю, что вы понимаете, что надо брать на уравнение, неприводимое уравнение. Тогда степень, вот эта степень и есть. Хорошо. Так вот, в этом случае, рот G от X сейчас, да, это рот равняется. Вот одна формула N минус 1 на N минус 2 пополам. Вроде так. Это одна формула. Ну, проверяем, ли она равна 5? 5, значит, 4 на 3 пополам, 6. Все правильно. А теперь я тоже самое, и так в книжках и пишут. Это нормально, хорошая формула, просто я сейчас немножко в другом виде запишу, она будет, в другом виде мы столкнемся, когда будем изучать формулу для рода кривой, которая не в подвале же, а на поверхности. Там называется формула присоединения, мы до нее доберемся. Она звучит так, единица плюс N на N минус 3 пополам. Вроде бы так. Ну, проверяем, то же самое это? А N тоже? Степень. Это одно и то же? А. Да. Ну, вот, да, хорошо. Просто там, на поверхности, на абстрактной, вот, когда, в качестве поверхности, типа, два войдем, она вот выскочит в таком виде сначала. Ну, можем как-то переписать, в общем, как-то, все равно как. То есть, значит, вот кривая фирма, давайте будем увеличивать степень. Значит, степень 1, 2 бывает. Сначала, значит, N равняется 1, 2, значит, это род 0, да? N равняется 3, это род 1. Ну, это, можем бы сказать, что это эллиптическая кривая, если поаккуратнее к этому термину отнестись. Эллиптическая кривая, это не просто кривая, а род 1, а кое-что еще там, чуть-чуть надо, сейчас подавить про это, не будем говорить. Вот, а там дальше, так сказать, уже N равна 4, сколько там получается, род 3, наверное, ну и так далее, как-то довольно быстро растет. Так что, ну, в общем, то здесь точек решений много, то, что здесь решений мало, это некая случайность, потому что на эллиптической кривой бывает много точек, на кривую роду 1. А дальше, то, что точек решений мало, уже не очень случайно, потому что они большого рода кривые. Хорошо. Так, значит, это вот мы посчитали без всяких пучков, без всяких когмологий, род. Теперь нам надо начинать говорить про пучки, про расслоения векторные и про когмологии. Ну, так, давайте сейчас начнем про это говорить. А, кстати, значит, а что такое дифферента вы, наверное, знаете, да? Да, наверное, вы знаете, чтобы дифферента? Не знаете? А, ну так. Это прямой образ дивизора висклиния? в частых случаях, это просто идеал порождаемый производный. Это вычисление, значит, ну, про это мы скажем, это идеал, во-первых, наверху, а не внизу, внизу дискриминант. это просто дивизор висклиния? Нет, нет, значит, значит, ну, вы, наверное, знаете в теории чисел, да, это, гоометрия, ну, ладно, расскажу сейчас, значит, давайте пока, не сейчас, сейчас давайте мы, а кейлеродифференциалы, знаете, что такое кейлеродифференциалы? Хорошо, скажем про это. Так, да, теперь мы должны что-то сказать про, про, значит, векторное освоение, про когмологию. Ну, давайте, я все хочу стереть. Сейчас переходим к другой теме, чтобы нас ничего не отвлекало. Что про это надо, как бы, знать. Так, а еще, такой, а, давайте перегромологическую алгоритру спрашиваю, по-речем стирать, что, значит, что такое абелевых категориях? Кто не знает, поднимите руку. Да, хотя бы в общих чертах знаете, хорошо. нет, кто не знает, буду сейчас, потому что, да, производная категория, вы не знаете, да, хорошо, объясню, такая простая вещь, очень, да, там вычислять, может быть, не знаю. Так, значит, хорошо, да. Да, я не какую-либо литературу, а мне говорится, кто заинтересуется, значит, где что почитать, спрашивать, я скажу, где, какой источник хорош, по моему мнению, какой не очень хороший, не вижу, не вижу. Так. Хорошо, теперь, мы должны говорить про, да, категории, функции, кто не знает, все, хорошо. Так, теперь, вот у нас есть икс, что такое будет, у нас икс, давай, значит, давайте я буду говорить многообразие, с каким-то полем, хотя мы можем брать и схему здесь, давайте пока я буду, или схемы над полем, в общем, мне все равно, да, то есть пока не очень важно все это, то есть просто раньше, в старые времена сначала изучали многообразие, а потом схемы над полем, но сейчас вроде как-то сразу схему над полем, не знаю, так что кто тут во что гораздо. Хорошо, вот икс, ну давайте, значит, то есть, часть и с фактором будут говорить, они, для любой схемы их можно говорить, но надо правильный акцент заставить в некоторых местах, ну давайте, у меня будут схемы над полем, над кем-нибудь, там вот, в поле, хорошо, а если нужно будет, я буду говорить про многообразие, если я не помню, аккуратно фронировку, какие условия на схему требуются, а может быть, буду говорить, что может быть, где-то посмотреть, там, или сообразить, какие условия аккуратные нужно. Так, и теперь, мы, значит, вот прямо поопределению, да, значит, что такое за штука, да, прежде всего, топологическое пространство, правда ведь? Икс, это некое топологическое пространство. Пространство плюс еще что-то. С некой структурой. С химно-свойством выполняем. да, так вот, в частности, среди этого еще чего-то есть некоторый пучок, который обозначается ОХ. ОХ, некий пучок колец. На вот этом топологическом пространстве. он, он сам начал, это, по Иксу его не восстановить. Вот, по этому топологическому пространству. Это часть структуры схемы. То есть, если нам дается схема, значит, пучок нам должен дать. Если нам ее не дали, мы говорим, какая же это схема? Значит, мы отказываемся признавать со схемой. Теперь, есть целая история. Предположим, что у вас Икс сейчас с заданным уравнением в афинном пространстве или в проективном. Значит, ну, что касается, значит, топологического пространства, его не так сложно определить. Но пучок определить, ну, некоторая работа. Вот, для этого, афинная схема или проективная схема, это вот часть вот этого спецкурсов или книжек по теории схем. Значит, вы мне скажете, что более, какое-то у вас представление есть об этом, да? так что, вот давайте, если я буду говорить, что вот это у Икс есть такой пучок колец, и это, я буду называть структурным пучком. Если у кого-то есть какие-то, сразу его вгоняет в ступор, то скажите, сейчас немножко по этому, я могу по этому поговорить, на эту тему, чтобы, так сказать, не... Значит, работать с этим не очень понятно, как это, конечно, здесь же, вообще пучок страшной довольно вещь такой, да, целую историю, за каждым мы открытым, что нас поставит, то есть так, его трудно, как казалось бы, конечными задать такими данными, ну, хорошо. Значит, если кому-то захочет вернуться, куда, к какому-то этапу нашего начала, вы возвращаете, мы все это обсудим. Давайте мы потихонечку всем, кто будет ходить на группу, придем к общему знаменателю какому-то и друг другу будем учить, кто что умеет. Хорошо. Так вот, теперь, значит, следующее понятие, значит, понятие OX-модулей. которое нам потребуется. Значит, если вы знаете, что такое модуль над обычным кольцом, то это понятие, значит, такого же уровня примерно. Единственное, что оно глобальное, что это означает, то есть, это некий пучок, значит, на котором, на котором, значит, вот, допустим, OX-модуль. Это означает, в частности, что, значит, для каждого F от U является OX от U-модуль. И, посуществует все. Но эти структуры, естественно, то есть, они с ограничениями согласованы. Просто мы, надо вот, сложность в том, что глобально мы не можем в терминных элементов это описывать. Когда мы говорим о финной, то это модуль состоит из элементов. А тут мы не можем сказать, что пучок состоит из элементов. Вот к этому надо привыкать. Что локально – да, а глобально – нет. Глобальных элементов там, может быть, не быть вообще. Или мало очень быть. Так что, вот это понятие надо освоить. Это пучок, так что, вот заданная структура модуля. И они все согласованы при всяких естественных отображениях. Теперь, значит, эти OX-модуль бывают, обладают разными специальными свойствами. Эти свойства важны. Но давайте пока их, значит, тут важное свойство квазикогелетность. Когелетность F. Конгелетность F. Так, и что-то еще тут. все вроде пока. Это свойство важно. Давайте я пока про них не буду. То есть, среди всех OX-модуль выделяются вот такие. когда они нам потребуются конкретно, я скажу, что это такое, когда эти свойства нам потребуются. Но пока давайте, то есть, исходите, дождитесь, пока вам расскажут о других спецкурсах, ходите в книжки, посмотрите. Харскор, скажем, отличная книжка. Мне нравится. Вот. Либо пока не обращать внимания. То есть, теоремы я был иногда может быть неаккуратно формулировать. То есть, там мне нужны, эти нужны свойства. Я, может быть, не скажу, что они нужны. Или скажу, что они нужны, но без объяснения. Нам нужно научиться считать, чтобы нам к нашему предмету нужно вернуться. А уж теорию вы тогда берете на других спецкурсах по книжкам. То есть, если вы будете понимать, как все это работает, то я считаю, что легче забрать теорию уже общую, когда вы понимаете, зачем все это. В общем, такие свойства важны. Давайте пока я про них не буду говорить. Хотя они очень важны. То есть, я буду говорить о всех OX-модулях. Хотя, значит, ну, если они не квасикогерентные, то это такая довольно-таки дурацкая штука. Там всякие плохие свойства у них могут быть. То есть, все, что нам нужно, нужны вот такие и такие. Но будем говорить про все. То есть, пока не будем на это обращать внимание. А еще важное свойство, чтобы тут, значит, тоже, я тоже буду без упоминания, напоминаю, что у нас X-нетерова. Там для всяких, иначе про эти, про такие всякие свойства говорить как-то не очень характерно. Можно говорить, но какие-то там нехорошие всякие эффекты, патологии. Поэтому я тоже, если вы будете с меня требовать, я скажу, что X-нетерова, и все. А в реальной жизни у нас X-нетерова будет уравнение заодно. Просто уравнение неестественно. Мы-то хотим решать диафантовый уравнение, скажем, архитекту изучать, а не общую науку. То есть, если от меня потребуют, я буду считать, что X-нетерова. Хорошо. Теперь, это вот OX-модули. теперь мы хотим изучать вот что. Теперь мы хотим вот что. Первое, мы хотим понять, что это как гомология. H и T от X с коэффициентами F вот в этой ситуации, с коэффициентами в OX-модулях. Значит, как она освоится. И второе, с чем она освоится, сейчас, значит, забыл, на лету то, что я вам скажу, что-то важное такое собралось сказать. Забыл. Ну ладно, давайте с этим вспомним, наверное, в следующем разу, что-то. Вот еще второе понятие параллельное. Что же нам еще нужно-то? А, вот что нам нужно. Нам нужно конкретный класс. Нам нужно рассвоение, вот про рассвоение. Рассвоение. Так, значит, ну давайте это было очевидно уже в следующий раз. Но для начала, значит, сейчас я объясню, что такое рассвоение и по рассвоению, значит, я следующую вещь по рассвоению нужно будет строить OX-модуля, нам нужна будет такая конструкция и наоборот нам нужно среди OX-модулей распознавать те, которые пришли из рассвоений. Так, рассвоение это я как нахально назвал, на самом деле всякие рассвоения нам не нужны, а здесь я имею в виду векторное рассвоение. Так что давайте вот слово векторное сюда вставлю. а векторное рассвоение ранг-1 будут называться линейными рассвоениями. Вот они в первую очередь нам будут нужны, но не только они. ну и например вот те штуки вот OATN, про которые я вначале вас спрашивал, это линейные рассвоения на проективном пространстве. На каждом проективном пространстве. Известно, как устроены все линейные рассвоения. По крайней мере, над любой базой я не буду формулировать теорему, а вот над полем это просто их Z штук. Для каждого целого числа есть одно такое рассвоение. Ну давайте наверное уже в следующий раз тогда.